Физкульт привет, друзья! Сегодня, под Новый год, я вам расскажу и покажу уникальную тренировку. Почему она уникальная, вы поймете чуть позже. Эту тренировку можно назвать как развивающей, потому что она будет очень гормоновыбрасывающей и упражнения в ней будут самые лучшие. Четыре, на мой взгляд, лучших упражнения. Единственное, вместо становой тяги там будет джим-лежа, но вы поймете, я чуть позже объясню почему. Также эту тренировку можно и нужно назвать соревновательной. В чем ее уникальность? Вы будете соревноваться с самим собой. Данную тренировку нужно проводить раз в полгода. Для чего? Для того, чтобы как раз таки соревноваться с самим собой в прошлом. И, соответственно, эта тренировка может называться и в первую очередь тестовой. Тестовая тренировка для вас как показатель, насколько хороша ваша программа, насколько хорошо вы тренируетесь, насколько хорошо вы питаетесь, насколько хорошо вы отдыхаете, спите и восстанавливаетесь. Вы должны показывать раз в полгода все лучший и лучший результат. Но ни в коем случае не должно быть откатов назад. В этом весь смысл. Сама тренировка покажет вам, стоите вы на месте, либо двигаетесь вперед. Четыре движения будете делать всего. Будем делать. Это приседания, жим лежа, подтягивания и отжимания от брусьев. На максимальное количество раз. Будем складывать количество повторений в каждом из упражнений. А мы будем делать по одному тестовому, рабочему, соревновательному подходу. В приседаниях, к примеру, это может быть 25-35 повторений. В отжиманиях от брусьев это больше, в подтягиваниях поменьше. В жиме лежа это будет где-то у кого 10, у кого 20, а у кого и выше. Вся фишка в том, что делать это нужно с весом собственного тела. С подтягиваниями и брусьями понятно. Вы просто подтягиваетесь, просто отжимаетесь. А приседать и жать мы будем на штанге свой собственный вес. Грубо говоря, если вы весите 100 кг, на штанге должно быть 100 кг. Я вешу 250 паундов. Не знаю сейчас, сколько это в килограммах. Соответственно, я буду приседать на максимально возможное количество раз 250 паундов. Точно так же я буду жать 250 паундов. Вы, соответственно, должны узнать свой вес и работать с ним. Вы знаете, что я так же играю в американской любительской хоккейной лиге, вратарем. И для меня очень важно, чтобы мышцы были функциональными. Так как вы понимаете, что за доли секунды я совершаю огромное количество движений, защищая ворота. Причем эти движения совершенно и часто бывают в разные направленности. То нужно двинуться влево, то вправо, вверх-вниз. Но я думаю, объяснять не нужно. И поэтому для меня функциональность играет первостепенное значение. А данная тренировка, помимо развивающей, помимо того, что она будет хорошим стрессом для вас, для вашей мускулатуры, так же показатель функциональности. Попробуем ее и перейдем непосредственно к самой тренировке. Начнем все, как всегда, естественно, с общей разминки. Так как мы будем делать присед, вы помните уже и знаете, кто смотрит мои видео, читает статьи. Естественно, будем делать велотренажер и все, что с этим связано. Для того, чтобы хорошенько размять коленные суставы. В сегодняшней тренировке мы будем делать приседания первым упражнением, вторым будет жим лежа, третьим подтягивания и отжимания от брусьев. Я ровно год назад провел такую тренировку. Весил я тогда 235 паундов. Присел я с этим весом 30 раз, сделал жим лежа 19 раз, подтянулся 16 раз и отжался 46 раз от брусьев. Набрал общего количества 111 очков. Посмотрим, что будет в этом году. В этом году я вешу 250 паундов. То есть на 15 паундов за год я потяжелел. Перейдем к упражнениям. Приседания. Что основное? Основное приседать до параллели или чуть ниже. В жиме лежа необходимо в нижней точке амплитуды касаться грифом грудных мышц. Если не будет касания, то не будет засчитано и повторения. В подтягиваниях главное подтянуться до уровня подбородка или выше над перекладиной. В брусьях необходимо опускаться до угла в 90 градусов или ниже. Теперь кто-то может задаться вопросом, почему нет становой тяги, а есть жим лежа. Ну, во-первых, вы знаете, что мало кто на самом деле грамотный и делает становую тягу. Но жим лежа делают все. Ну, отчасти поэтому и отчасти от того, что жим лежа так все любят. Но на самом деле жим лежа это показатель силы всего плечевого комплекса. Многие думают, что это упражнение для грудных, но это не так. Жим лежа необходимо использовать в своих тренировках именно как силовое упражнение. Именно для роста силы всего плечевого комплекса. Поэтому мы и включили это движение, чтобы оценить, протестировать силу плечевого нашего комплекса. Почему нет становой? Потому что становую тягу на количество раз делать неразумно с точки зрения безопасности. Ну и во-вторых, у нас есть приседания, которые также на количество раз будут показывать силу спины. Потому что все знают, а если не знают, то после вот этих моих слов узнают, что без крепкой мощной спины не бывает хороших мощных приседаний. Не на большое количество раз, не соответственно с большим весом. Об этом нужно знать и помнить. Данная тренировка, тестовая, подойдет и для девушек. Единственное, девушкам нужно делать в жиме лежа и в приседаниях не свой собственный вес, а в зависимости от тренированности, от силы девушки, использовать либо 50, либо 75% от собственного веса. В подтягиваниях и отжиманиях от брусьев также, кто не может подтянуться, может использовать ремни. У меня есть видео, как подтягиваться. Либо от перекладины низкой, когда ноги на полу, а вы подтягиваетесь. В отжиманиях от брусьев можно заменить на отжимания от скамьи, когда руки за спиной, а ноги на другой скамье находятся. Девушкам также будет очень полезно узнать, прогрессируют они или нет. Ну что, после общей разминки, как вы знаете, необходимо обязательно делать и специальную разминку. В приседаниях это те же приседания. Первый раз я делаю с пустым грифом, в принципе, как и всегда, где-то на 6-10 раз. Во втором подходе я использую 50% от рабочего веса дня. Всегда для меня это такое правило. Сегодня это от 250 паундов будет ровно 125 паундов. Ну, я сделаю чуть больше, там, на 5 паундов. Не страшно. Не забывайте, что разминка необходима. Всегда. Если вы хотите оставаться здоровым, если вы хотите, чтобы ваши суставы были здоровыми, оставались здоровыми, никогда не пренебрегайте разминкой. И заминкой, кстати, тоже. Разминкой не пренебрегайте. Не специальной, не общей. Потому что это, повторюсь, очень крайне важно для сохранения, улучшения нашего с вами здоровья. Ну, что, сделаем первый разминочный подход. Он у нас займет где-то 5 повторений. Данную тренировку советую всем делать раз в полгода. Не советую запоминать результаты. Обязательно записывайте результат. И раз в полгода тестируйте себя, сравнивая результаты. Если вы набрали вес, увеличилась ваша мышечная масса, и ваше количество повторений во всех упражнениях осталось одинаковым, то это тоже говорит о прогрессе. Ведь оно не стало меньше, нагрузка увеличилась, потому что вес тела стал большим. Это тоже нужно учитывать. Но желательно, конечно, прогрессировать и увеличивать как рабочее количество повторений, так и вес собственный. Но для многих, кстати, не является целью увеличения собственного веса, но увеличение рабочих повторений просто необходимо. Иначе мы будем только вредить себе, потому что монотонная, однотипная работа, не забывайте, угнетает весь организм. Второй, ну по сути третий разминочный подход я поставил 75% от своего веса. И сделаю три повторения. Вот сейчас я максимально разогрет, максимально готов к нашему тестовому подходу. Не переутомлен, но организм уже готов работать. Поэтому я выставляю 250 паундов на штангу. Я специально показываю вам без обрезаний видео, чтобы вы видели, сколько я отдыхаю конкретно между каждым подходом и между основным тестовым подходом. Моя задача сделать минимум 30 повторений. Но, несмотря на мои межпозвоночные грыжи, проблемы со спиной, я не переживаю. Ноги у меня и спина всегда были сильными. И я уже восстановился. Вернул, пусть не прежнюю силу ноги, спины, но довольно-таки неплохо. Приседаю за 215 уже. И, соответственно, столько же делаю становую тягу. Поэтому я хочу как минимум присесть 30 раз. Потому что год назад я присел 30 раз. Хотя и вес был на 15 паундов меньше. Так что посмотрим сейчас, что получится. Насколько у меня был прогресс и был ли он вообще в целом. Для меня это интересно. Так же, как и для вас, будет неожиданностью. Надеюсь, я не лопухнусь и свои 30 повторений из себя выжму. Вес на штангу установлен. И сейчас начнем выполнять подход. Не забывайте, ребята, если кто-то имеет какие-то вопросы, пишите их в комментариях под этим видео. И вы обязательно получите от меня на них ответ. Если что, извиняйте, не всегда успеваю отвечать сразу. Бывает, проходит какое-то время. Бывает, проходит и 3-4, а может и неделя. Просто по простой причине, что не хватает времени. Как только появляется свободная минутка, я обязательно отвечаю на все ваши вопросы. Собираемся, концентрируемся и приступаем к выполнению. При этом не забываем о правильной технике. Если мы почувствуем, по крайней мере, я советую и так всегда делаю. Если я чувствую, что следующее мое повторение, возможно, будет не полноценным с точки зрения идеальной техники, я просто его не выполню. Честно скажу, когда присел 10 раз, я засомневался, что сделаю еще 20 повторений. Но, собирая волю в кулак, двигаемся дальше. Для меня, честно говоря, скажу, самое сложное, это не столько сила, сколько дыхание. Несмотря на то, что я тренирую свои мышцы на выносливость, а вы знаете уже, что выносливость – это не сердце, не тренировка сердца. Сердце тренировать непосредственно не нужно, потому что оно тренируется вместе с нами и всегда соответствует тем потребностям, которые нам нужны. Оно всегда подстраивается. Сердце идеальное изначально от рождения. Существует, ну, несколько видов спорта, которых можно пересчитать по пальцам одной руки, где нужно тренировать сердце, специально увеличивая его, расширяя. Нам с вами это не нужно и противопоказано. Выносливость – это мышцы. Особая тренировка мышц. Кто не видел, посмотрите, у меня есть видео об этом. Я знаю, о чем говорю, потому что всю жизнь в спорте учился в спецклассе по футболу, меня гоняли постоянно, я каждое утро бегал, каждой тренировки бегал. Тренировки у нас были каждый день, кроме воскресенья. Но выносливость моя не увеличивалась ни на грамм. Пока я не узнал от профессора Силуянова, что необходимо тренировать мышцы на увеличение митохондрий в наших мышцах. После этого моя выносливость колоссально повысилась. Вы знаете, я сейчас играю в хоккей, вратарем. Раньше я уставал, не мог даже 15 минут на льду побыть. Сейчас я две игры могу подряд отыграть. Ну что, 32 повторения. Могу сказать, что я доволен. Мог бы сделать чуть больше, но все-таки не хотел рисковать. На два повторения я превысил. Прошлый год. Ссылочку не забывайте, я дам вам под этим видео. Можете посмотреть на то, каким я был год назад, какие у меня были результаты. Сейчас отдохнем и перейдем к жиму лежа. В жиме лежа, ребята, не забываем. Будет необходимо, как и во всех последующих движениях, специальная разминка. Так как в жиме лежа я буду использовать тот же рабочий вес, что и в приседаниях, то есть вес собственного тела, то и разминка у меня будет такая же. Сначала я сделаю подходик разминочный с пустым грифом, потом с 50% и затем в конце сделаю перед основным рабочим подходом 75% раза на 3. Вот у нас в кадре Артемка. Вы уже знакомы с ним, в некоторых моих видео он был. Он уже даже, по-моему, не трехкратный чемпион штата по амрестлингу. На самом деле в его весовой категории здесь ему уже бороться неинтересно и, насколько я знаю, даже не с кем. Сегодня он мне помогает делать это видео. Да-да, вот он передает вам всем привет. Относитесь серьезно к этой тренировке. Во-первых, это соревнование для вас с самим собой. Вы должны побеждать себя. Вы знаете, что только побеждая себя мы прогрессируем. Во-вторых, это хороший тест, повторюсь, показатель того, насколько грамотно составлена программа вашего тренинга. Если вы не прибавляете собственный вес, если у вас такая цель, а этого нет. Если вы не прибавляете в рабочих весах, не прибавляете в рабочих повторениях, то, соответственно, вы не покажете и прогресс. А для многих будет и регресс. Это будет прямым показателем того, что вы неправильно тренируетесь. При условии, конечно, что вы грамотно питаетесь и полноценно восстанавливаетесь. Не забываем, ребята, что именно восстановление и питание являются тем фактором, от которого мы с вами строим свою программу тренировок. Еще Дориан Яц говорил, что именно наши способности, наши возможности в питании и восстановлении диктуют нам программу интенсивность наших тренировок. Но никак не наоборот. Если вы не можете обеспечить себя полноценным питанием, необходимым количеством сна ночью, хотя бы полчаса днем, то, соответственно, и результат у вас будет гораздо ниже, чем у тех, кто придерживается всех необходимых правил. Не забываем, что питание всегда на первом месте. Всегда особенно для натурального атлета. Я здесь тоже не обрезал видео. Надеюсь, вам не скучно смотреть. Только для того, чтобы вы в комментариях не задавали мне вопросов, сколько отдыхать между подходами, между упражнениями. Вы видите, как я это делаю. Сколько времени у меня на это уходит. После таких тяжелых приседаний с собственным весом на 32 повторения, честно говоря, тяжело восстановить дыхание. И даже выполняя сейчас вот рабочие подходы, рабочие, вернее, не рабочие, а разминочные, извините, подходы повторения, я немножечко еще чувствую усталость от предыдущего упражнения. К сожалению, эти блины не налазят на этот гриф. Я забыл. Придется использовать другие. Не подходит диаметр, что странно. Я советую в тестовой тренировке между каждым упражнением отдыхать 10 минут. Это значит, что вы сделали рабочий подход в приседаниях, засекли 10 минут, отдохнули. И только потом переходите на жим лежа. После жима отдохнули 10 минут, ушли на подтягивания. Точно так же и для брусьев. Я, к сожалению, поторопился. Что хочу сказать еще. Я не переживал сильно за приседания, так как за жим лежа, за подтягивания, за брусья. Почему? Потому что вы знаете, что у меня травма плечевых суставов обоих. Необходимая операция, но я ее не делаю. И я уже довольно продолжительное время не делаю жим лежа вообще. Потому что не могу работать с серьезными весами. И перешел на работу с гантелями. Что удивительно, с гантелями я могу работать. И сила сохранилась. Как только я приступаю сжать штангу. Причем, не важно, на горизонтальной, либо на наклонной скамье. Происходит эффект рамы получается. Мои руки и гриф образуют раму. Я не могу выдать всю возможную силу. При этом, кстати, не болят суставы. Но нет силы, я не могу продавить штангу. А гантели я жму по 125 паундов, максимальные в нашем зале. На 10-12 повторений. Как горизонтально, так и наклонно. Это всегда было мое любимое упражнение. И вам тоже, ребята, советую использовать жим лежа в силовом цикле. Именно для развития общей силы плечевого комплекса. А для того, чтобы растить массу, я советую жать гантели. По крайней мере, это касается горизонтальной скамьи. На наклонной скамье вы можете жать штангу для роста массы. Но все-таки для роста грудных мышц вместо штанги в массонаборный период, в массонаборную тренировку рекомендую жать гантели. Все, кто это делает, мои ученики, или просто по моим рекомендациям, получают гораздо больший эффект. Ну что, приступаем к рабочему подходу. В принципе, вес идет. Я работаю. В прошлый раз я сделал... Год назад я делал 100... Извините, делал 235 паундов. Я уже говорил, это на 15 паундов меньше, чем сейчас. Сделал 19 повторений. Сегодня хочу сделать хотя бы 15 из-за травмы плеча. Боюсь, что больше просто не осилю. Хотя вот потихонечку идет, идет. И у меня получается выжить из себя 20 повторений. Что, в принципе, очень сильно меня порадовало. И немножечко удивило. Сейчас отдыхаем. Восстанавливаемся перед подтягиваниями. Подтягивания. Это лучшее упражнение для спины. В плане роста, увеличения ее в ширину. Шире вас делает только одно движение. Подтягивания. Никакие тяги блоков, никакие другие тяги не делают на шире. Только толще, если можно так сказать. Увеличивая сами мышцы. Но расширить наш костяк, чтобы плечи стали шире. Приобрести именно вот эту V-образную фигуру. Помогают только подтягивания. Так как весим мы с вами много, нам придется разминаться. И всегда я советую перед подтягиваниями в любую тренировку делать подобную разминку. К примеру, если вы весите, скажем, 80 кг, то выставляете 35-40 кг на блоке, делаете 6-7 раз. Затем выставляете 60 кг, выполняете еще раз 5. И только после этого можете идти делать подтягивания. Иначе будет проблемой. Я сам это испытал. Вы подтянете брахиалия, и потом не сможете ни подтягиваться, ни толком качать спину. Ни прокачивать всеми вами, нами любимый бицепс. Вам это нужно? Сомневаюсь. Поэтому, ребятки, относитесь к разминке максимально серьезно. Ну что, поехали в подтягиваниях. Помним, да, что нужно подтянуться до уровня перекладины и подбородка, либо чуть выше. Честно скажу, я всегда любил подтягиваться. Особенно в детстве, в юношестве. Мы постоянно пропадали на турниках. Благодаря этому у меня и руки были всегда больше, чем у других моих сверстников. И в плечах я хорошо раздавался. Ну что, 16 повторений я сделал. Это, я думаю, хороший результат. Так как все-таки плечо дает о себе знать, а вешу я 250 паундов. Извините, забыл снять разминочку для трицепсов. А делал я разгибание рук в кроссовере. Два подходика, и вы готовы отжиматься. Но я сделал еще пять повторений на брусьях, для того, чтобы прочувствовать само движение. Смотрим, сколько получится у меня брусья. Пока все три первых движения порадовали. Я выполнил во всех хороший показатель, больше, чем предыдущий. Но вот брусья, к сожалению, 42 раза всего получилось. Но не страшно. Общее количество баллов у меня на один меньше. Но во всех практически упражнениях я показал более лучший результат, чем год назад. Это радует. Также, ребята, я хочу создать посыл, импульс. Давайте сделаем нормальный челлендж. Не какое-нибудь там обливание льдом с холодной водой. Или другая подобная чушь. Давайте сделаем данную тренировку, данную тестовую тренировку всероссийской. Приглашаю принять участие Юрка Спаса Кукотского, также Шредера, Эксфита. Много блогеров у нас есть, пропагандирующих здоровый образ жизни, бодибилдинг, культуризм, пауэрлифтинг. И чем хороша данная программа, данная соревновательная программа? Тем, что все и натуралы, и химики находятся в одинаковой позиции, в одинаковых условиях. Возможно, химикам даже будет немножечко сложнее, потому что вес их будет больше, соответственно, работать им в каждом движении придется с более тяжелым весом. Особое внимание, особая просьба у меня к каналу Железный Рейтинг. Потому что вас смотрят многие, и именно вы можете вывести данную соревновательную программу на высокий всероссийский уровень. И я думаю, вам самим будет интересно попробовать это на себе. Мои же друзья и подписчики могут присылать мне с начала нового года свои тестовые тренировки и через полгода присылать повторно. Кто будет участвовать в конкурсе и кто победит, получит хороший приз от меня лично. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!